Ежегодно, 7 мая, в России отмечается День радио. 129 лет назад физик Александр Попов представил коллегам аппарат, ставший родоначальником современных радиоприемников. Летели десятилетия, техника совершила колоссальный рывок, открыв новые возможности для вещания. Но и по сей день радио остается важной частью нашей жизни. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. День радио можно считать профессиональным праздником всех работников связи. Согласно статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения, радио в стране слушает каждый второй россиянин. Наибольшей популярностью пользуются музыкальные программы, а также прогноз погоды, интервью и ток-шоу. Мы решили спросить у тверичан, что они знают о радио и как представляют его работу изнутри. Мы в какой-то кибитке сидят, как микрофон. Они стоят между собой, разговаривают, сидят со зрителями. Едем с родителями на машине, слушаем радио. Я бы хотела себе попробовать роль радио-журналиста. Мне очень интересно, как это. А я только слушаю шансон. Я, в принципе, видела со стороны, как это происходит. Очень они все такие бодрые, заряженные. У них очень богатый словарный запас и постоянно нескончаемый поток тем для размышлений. Когда я еду с папой в машине, я слушаю шансон и русское радио. Я думаю, что это идет неживой диалог. Как бы уже по заранее подготовленному тексту сидят люди, сидят много техников, которые организуют процесс. Люди сидят в какой-то студии, вот что-то обсуждают между собой и рассказывают, там потом включают песни какие-то. У бабушки на даче часто слушаем хит-эфэму и русское радио. Радио-журналист — это человек, который отвечает за то, что происходит. Он же доносит свою точку зрения, с одной стороны, с другой стороны, наверное, то, что происходит. Но это должно быть искренне. И действительно, по ту сторону микрофона работает радио-журналист. И он не просто беседует в эфире и ставит музыку или же ведет передачу так называемого разговорного формата. Каждый день он занимается поиском и анализом информации, грамотно ведет прямые эфиры, интервью, редактирует аудиоматериалы, участвует в планировании и создании радиопрограмм. И все это делается для того, чтобы слушатель получал по-настоящему качественный контент. Одним из лидеров в радиосфере в Тверском регионе по праву считается медиахолдинг «Тверской проспект» — представитель большого количества радиостанций. Это «Радио Шансон», «Хит-ФМ», «Радио Рекорд», «Радио Монте-Карло», «Детское радио», «Радио Максимум» и, конечно же, «Русское радио». Наша основная задача — сделать так, чтобы региональные новости, которые выходят на русском радио на частоте 100,6 FM три раза в сутки, не отличались от федеральных новостей. И мы успешно идем к своей цели. Также популярностью у слушателей пользуется «Радио Шансон», который, уверенно, входит в золотую тройку лидеров радиовещания. По всей России ежедневно его слушают более 7,5 миллионов человек. Наиболее популярным стали программы «Короткий разговор», «Хит-парад», «Дави на газ», «Утреннее шоу настройка» и программа по заявкам «Только для вас». Начало четвертого часа вещания эфира «Радио Шансон» сегодняшний день настолько прекрасен, что хочется вас всех поздравить, дорогие друзья. Программа поздравлений и приветов только для вас. «Радио Шансон» впервые вышла в эфир 15 августа 2000 года. Уникальный жанр предложенной радиостанции привлек внимание огромной аудитории. За годы своего существования «Радио Шансон» завоевала сердца миллионов радиослушателей. И это неудивительно, ведь девиз радиостанции – в каждом есть что-то душевное. В чем прелесть шансона? Любимые станции, тысяч, десятков тысяч, миллионов людей по всей России и не только. Это музыка вокруг стихов, замечательных душевных стихов, которые с помощью семи нот превращаются в потрясающе жизненные музыкальные истории. Роли радио в современном мире по-прежнему велика. Оно меняется, соответствуя новым тенденциям, но все равно остается близким к своей аудитории. Радиостанции медиахолдинга «Тверской проспект» – это популярная музыка, свежие новости, рейтинговые программы и эффективная реклама. Радио до сих пор остается популярным средством массовой информации, потому что радио абсолютно везде – в автомобиле, дома, на даче, спортзале, да, собственно, где угодно. У нас есть большие ресурсы. Помимо наших радиостанций, а их семь, у нас есть также три телеканала, три цифровых экрана и интернет-издания. И обладая таким большим ресурсом, можно именно комплексно подходить к продвижению товаров и услуг наших друзей, партнеров и рекламодателей. Средства массовой информации играют большую роль в жизни каждого человека. Они способны охватить все сферы и рассказать о самых интересных событиях, что, безусловно, важно, ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром.